Он стоял около сварочной печи, следя за работой. Каждую минуту громадный, пылающий зев в печи широко раскрывался, чтобы поглощать один за другим двадцатипудовые пакеты, раскаленные до бела стали, только что вышедшие из пламенных печей. Через четверть часа они, протянувшись страшным грохотом, через десятки станков уже складывались на другом конце мастерской длинными, гладкими, блестящими рельсами. Кто-то тронул Боброва сзади за плечо. Он досадливо обернулся и увидел одного из сослуживцев – Свежевского. Этот Свежевский, с его всегда немного согнутой фигурой, не то крадущейся, не то кланяющейся, с его вечным хихиканьем и потиранием холодных, мокрых рук, очень не нравился Боброву. В нем было что-то заискивающее, обиженное и злобное. Он вечно знал раньше всех заводские сплетни и выкладывал их с особенным удовольствием перед тем, кому они были наиболее неприятны. В разговоре же нервно суетился и ежеминутно притрогивался к бокам, плечам, рукам и пуговицам собеседника. — Что это у вас, батенька, так давно не видно? — спросил Свежевский. Он хихикал и мял в своих руках руку Андрея Ильича. — Вы сидите и книжки почитываете. Почитываете все? — Здравствуйте. — Отозвался нехотя Бобров, отымаю руку. Просто мне не здоровилось это время. — Узиненко за вами все соскучились. Продолжал многозначительно Свежевский. — Отчего вы у них не бываете? — А там третьего дня был директор и о вас справлялся. — Разговор зашел как-то о доменных работах, и он о вас отзывался с большой похвалой. — Весьма обольщен, но смешливо поклонился Бобров. — И нет, серьезно. — Говорил, что правление вас очень ценит как инженера, обладающего большими знаниями, и что вы, если бы захотели, могли бы пойти очень далеко. По его мнению, нам вовсе не следовало бы отдавать французам вырабатывать проект завода, если дома есть такие сведущие люди, как Андрей Ильич. Только сейчас что-нибудь неприятное скажет, подумал Бобров. — Только, говорит, нехорошо, что вы так удаляетесь от общества и производите впечатление замкнутого человека. Никак не поймешь, кто вы такой на самом деле, и не знаешь, как с вами держаться. — Ах да! — вдруг хлопнул себя по лбу Свежевский. — Я вот болтаю, а самое важное позабыл вам сказать. Директор просил всех быть непременно завтра к двенадцатичасовому поезду на вокзале. — Опять будем встречать кого-нибудь? — Совершенно верно. — Угадайте кого! Лицо Свежевского приняло лукавое и торжествующее выражение. Он потирал руки и, по-видимому, испытывал большое удовольствие готовясь сообщить интересную новость. — Право, не знаю кого. Да я и не мастер вовсе угадывать, — сказал Бобров. — Нет, голубчик, отгадайте, пожалуйста. Ну, хоть так, наугад. Кого-нибудь назовите. Бобров замолчал и стал с преувеличенным вниманием следить за действиями парового крана. Свежевский заметил это и засоветился еще больше прежнего. — Ни за что не скажете. Ну, да я уже не буду вас больше томить. Ждут самого Квашнина. Фамилию он произнес с таким откровенным подобострастием, что Боброва даже сделалось противно. — Что же вы тут находите особенно важного? — спросил небрежно Андрей Ильич. — Как, что же особенно, помилуйте? Ведь он в правлении, что захочет, то и делает. Его как оракулы слушают. Вот и теперь правление уполномочило его ускорить работы, то есть, иными словами, он сам себя уполномочил к этому. Вы увидите, какие громы и молнии у нас пойдут, когда он приедет. В прошлом году он постройку осматривал. Это, кажется, до вас еще было. Так директор и четверо инженеров полетели со своих мест к черту. — У вас задувка скоро окончится? — Да уже почти готова. — Ну, это хорошо. При нем, значит, и открытие отпразднуем, и начало каменных работ. Вы, Квашнина, самого встречали когда-нибудь? — Ни разу. Фамилию, конечно, слышал. — А я так имел удовольствие. Это ж я вам доложу такой тип, каких больше не увидите. Его весь Петербург знает. Во-первых, так толст, что у него руки на животе не сходятся. Не верите? Честное слово. У него и особая карета такая есть, где вся правая сторона отворяется на шарнирах. При этом огромного роста, рыжий и голос, как труба Ерехонская. Но что за умница? Ах, боже мой, во всех акционерных обществах состоит членом правления, получает 200 тысяч всего только за семь заседаний в год. Зато уже когда на общих собраниях надо спасать ситуацию, лучше его не найти. Самый сомнительный годовой отчет. Он так доложит, что акционерам черное белым покажется, и они потом уже не знают, как им выразить правлению свою благодарность. Главное, он никогда и с делом-то вовсе не знаком, о котором говорит, и берет прямо опломбом. Вы завтра послушайте его, так, наверное, подумайте, что он всю жизнь только и делал, что около доминых печей возился. А он в них столько же понимает, сколько я в санскритском языке. Нара-ра-ра-ра-рам, фальшиво и умышленно, небрежно запел Бобров, отворачиваясь. Да, вот на что лучше. Знаете, как он принимает в Петербурге? Сидит голый в ванне по самое горло, только голова его рыжая над водой сияет и слушает. А какой-нибудь тайный советник стоит, почтительно перед ним согнувшись, и докладывает. Обжора он ужасный и действительно умеет поесть. Во всех лучших ресторанах известны битки а-ля квашнин. А уж насчет Бобья и не говорите. Три года тому назад с ним прикомичный случай вышел. И видя, что Бобров собирается уйти, Свежевский схватил его за пуговицу и умоляюще зашептал. Позвольте, это так смешно. Позвольте, я сейчас в двух словах. Видите ли, как дело было. Приезжает осенью, года три тому назад в Петербург, один бедный молодой человек. Чиновник, что ли, какой-то. Я даже его фамилию знаю, только не могу теперь вспомнить. Хлопочет этот молодой человек о спорном наследстве. Каждое утро, возвращаясь из присутственных мест, заходит в летний сад посидеть четверть часа на скамеечке. Ну, хорошо. Сидит он три дня, четыре, пять, и замечает, что ежедневно с ним гуляет по саду какой-то рыжий господин необычайной толщины. Они знакомятся. Рыжий, который, оказывается, квашниным, разузнает от молодого человека все его обстоятельства, принимает в нем участие, жалеет. Рыжий говорит, однако фамилии ему своей не говорит. Ну, хорошо. Наконец, однажды рыжий предлагает молодому человеку, а что, согласились ли бы вы жениться на одной особе, но с уговором сейчас же после свадьбы с ней разъехаться и больше не видаться? А молодой человек как раз в это время чуть с голода не умирал. Согласен, говорит, только смотря по тому, какое вознаграждение и деньги вперед. Заметьте, тоже молодой человек знает, с какого конца споржу едят. Ну, хорошо. Сговорились они. Через неделю рыжий одевает молодого человека во фрак и чуть свет везет куда-то за город в церковь. Народу никого. Невеста уже дожидается, вся закутанная вуаль, однако видно, что хорошенькая и совсем молодая. Начинается венчание. Только молодой человек замечает, что его невеста стоит какая-то печальная. Он ее и спрашивает шепотом. Вы, кажется, против своей охоты сюда приехали? А она говорит, да и вы, кажется, тоже. Так они и объяснились между собой. Оказывается, что девушку принудила выйти замуж ее же мать. Прямо-то отдать дочь к Вашнину маменьке все-таки мешала совесть. Ну, хорошо. Стоят они, стоят. Молодой человек-то и говорит. А давайте-ка удерем такую штуку. Оба мы с вами молодые. Впереди еще для нас может быть много хорошего. Давайте-ка оставим Квашнина на бабах. Девица решительная и с быстрым соображением. Хорошо, говорит, давайте. Окончилось венчание. Выходит все из церкви. Квашнин так и сияет. А молодой человек даже и деньги с него вперед получил. Да и немалые деньги. Потому что Квашнин в этих случаях ни за какими капиталами не постоит. Подходит он к молодым и поздравляет. Самым ироническим видом. Те слушают его. Благодарят. Посаженным папенькой называют. И вдруг оба прыг в коляску. Что-то такое. Куда. Как куда. На вокзал. Свадебную поездку совершать. Кучер. Пошел. Так Василий Теренчий остался на месте с разинутым ртом. А то вот однажды. Что это вы уже уходите, Андрей Ильич? Прервал свои болтавни у Свежевской. Видя, что Бобров с решительным видом поправляет на голове шляпу и застегивает пуговицу пальто. Извините, мне некогда. Сухо ответил Бобров. А что касается вашего анекдота, то я его еще раньше где-то слышал или читал. Мое почтение. И повернувшись спиной к Свежевскому, озадаченному его резкостью, он быстро... Продолжение следует...